У нас в гостях Донецкий государственный, академический, музыкально-драматический театр имени Бравуна. Так я назвала, да? Ага, вот. Дело в том, что артисты этого театра у нас выступают на сцене нашего театра 14 и 15 ноября со спектаклем «Юнона и Авось». И, значит, сейчас на пресс-конференции принимает участие режиссер-постановщик, заслуженный деятель искусств Украины Василий Маслий и главный хореограф театра, заслуженный, извините, главный хормейстер театра, заслуженный работник культуры Украины Татьяна Пашук. 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 Вот видите, неправильно мне написали. Пашук. Спасибо большое. Тогда мы переходим к вопросам, которые, наверное, интересуют всех, и зрителей, и читателей, и пользователей интернет-сети. Василий, первый вопрос к вам, как режиссеру. Кенишенцы впервые знакомятся с вашим театром, и я надеюсь, это не последний раз, когда вы к нам приезжаете. Расскажите немного поподробнее о вашем театре. Для себя мы его только открываем. Здравствуйте, прежде всего. Мне очень приятно, нам всем очень приятно быть в таком замечательном месте. Мы тоже первый раз в городе Кенишма, и очарованы, честно говоря, вот вчера я чуть-чуть походил. Это просто, ну невероятно, слов нету, эти просторы, и то, что я обожаю Островского, конкретно Грозу, и я понял, все понял, сразу, сразу понял. Что касается нашего театра, наш театр с большой историей, с большой традицией, традицией музыкально-драматических театров. И наш имени, кого наш театр имени Марка Матвеевича Бравуна, наш царство ему небесное, он, к сожалению, ушел от нас. Это был наш художественный руководитель, генеральный директор, и он был великим реформатором украинского музыкально-драматического театра. И благодаря ему, вот, его мечтой была постановка именно Юнона и Авось. Поэтому, начиная с конца 90-х годов, Марк Матвеевич начал формировать труппу театра так, что у нас появились четыре полноценных подразделения в театре. У нас есть артисты-драмы, артисты-вокалисты, артисты-балета и оркестр, чтобы мы могли выпускать не только драматические спектакли, да, а и мюзиклы, музыкально-драматические спектакли, но и рок-оперы. В репертуаре нашего театра около 50 там с чем-то спектаклей. Мы пользуемся огромной любовью и поддержкой нашего зрителя. У нас средняя загрузка нашего зала – это 97%. У нас огромные всегда очереди, как мы только выкладываем билеты на следующий месяц, очереди доходят до… Ну, вот так, вокруг театра стоит очередь, и люди занимают в 5-6 часов утра, чтобы купить к нам билеты на наши спектакли. Сейчас, в данной ситуации, которая на нынешний момент, в которой мы живем, театр, к сожалению, к счастью, работает, но работает в репетиционном процессе, а, к сожалению, мы закрыты для зрителя, мы сейчас не можем показывать спектакли из-за безопасности, мы не можем собирать большое количество людей в одном месте, это опасно. Поэтому эти гастроли я хочу отдельно сказать огромное спасибо, что Росконцерту, что Министерству культуры Российской Федерации за поддержку, и Министерству культуры Донецкой Народной Республики за то, что мы можем поехать на вот такие замечательные гастроли, можем побывать в таких замечательных городах. Я, к сожалению, простите уж меня, пожалуйста, но даже не думал, что в Кинишме есть театр. Простите, пожалуйста. Но это же замечательно, это же прелесть, и поэтому для нас, для всей труппы, это некий глоток чистого такого воздуха и смысл работы и жизни в театре. Ведь театр происходит, спектакли происходят только тогда, когда происходит вот это слияние энергий зрительного зала, и артистов, когда вот происходит некая магия, называемая искусством, наверное, да, без зрителя мы ничто. Поэтому зритель нам нужен, и спасибо за прием. Спасибо. Еще один вопрос к вам, вот какого плана. Юнона и Авось, в общем, если говорить о зрителях постсоветского пространства, мы все воспитаны на ленкоме. Кроме того, в Кинишамском драматическом театре есть своя Юнона и Авось, которая... Была своя Юнона и Авось. Не надо говорить голову. Да, ну... Мы ставили, все смотрели. Прошла с огромным успехом. Да. Как все-таки решились поставить эту рок-оперу и не побоялись ли привезти ее в Кинишу? Ну, во-первых, они не знали, что у нас своя Юнона и Авось. Раз они не знали о существовании нашего театра, тем более они не знали о существовании нашей Юноны. Это во-первых. А во-вторых, я думаю, что раз это музыкально, драматически, имея столько музыки, танцев, естественно, сам Бог велел поставить Юнону и Авось над вами. И такие голоса красивые, я уверена, что шикарные голоса, шикарные музыканты, шикарные танцы. Сам Бог велел поставить Юнону. И все-таки опасений не было? Какого-то внутреннего, может быть? При постановке нет, у меня обычно нет никаких опасений, потому что, ну, это вопрос довольно стандартный. Да, все в каждом городе задают, да и в принципе в Донецке задавали перед премьерой. Во-первых, мы им поставили, дай Бог памяти, в 17-м году. Так же, как мы. Это было довольно сложное время у нас, и мы были на огромном подъеме внутреннем, вот этой веры в то, что мы идем в правильном направлении, мы очень в это верили. Когда у нас поднимался и поднимается на сцене Андреевский флаг, у нас на премьере люди вставали, а это середина спектакля. Поэтому, а насчет сравнения, я всегда говорю, что Шекспир тоже написал много пьес, и их ставится, но пьеса для меня лично, как для режиссера, это лишь повод для постановки спектакля. Все равно мы живем в определенное время, в определенном месте, и чтобы иметь вот этот контакт со зрителем, быть созвучным с сегодняшним днем, быть понятным для сегодняшнего зрителя, все равно мы делаем для сегодняшнего зрителя. И более, ну, я не знаю, как еще, что сказать по этому поводу, совершенно другая постановка. Она о другом, ну, как мне так кажется, что она о другом. Ведь Марк Анатольевич Захаров делал это в 80-е годы, и там конкретно прослеживаются определенные вещи. Мы делали про другое, я, у меня, моя личная сверхзадача как режиссера была такова, чтобы молодежь, и не только молодежь, зрители заинтересовались настоящей историей Николая Петровича Рязанова. Потому что это, ну, великий государственный деятель. Кроме того, что он путешественник, ведь если бы сложилось то, что он замыслил, если бы ему удалось вернуться, и он бы провернул это все дело... Америка была бы наша. Вся западная часть, ну да, ну да. Америка была бы наша. Ну, Калифорния точно. Спасибо. Татьяна, у меня вопрос к вам. Вы хор-мейстер. Ведь рок-опера — это совершенно специфический вокальный жанр. Понятно, что театр, понятно, что великолепные актеры, поющие, голоса. Сложно ли было поставить именно рок-оперу? Научить артистов именно петь рок? Ну, во-первых, здравствуйте. Во-вторых, я немножко отойду от темы, чуть-чуть. Спасибо большое Российской Федерации и Министерству культуры Российской Федерации, Росконцерту. Спасибо нашему Министерству культуры Донецкой Народной Республики за то, что мы оказались в Кинишме. Мне очень нравится наш город. Очень мы приехали. И это совершенно другое впечатление. Потому что города России, как бы, они идентичны немного в каком плане. Что Россия, она... Много церквей, вот это всё очень похоже. Но у вас, несмотря на то, что тоже много церквей, вы совершенно другие. У вас Волга, у вас другая аура. И мы ещё оказались в такой гостинице шикарной, вот просто на берегу. Что касается Юн-Нэ-Авось и рок-оперы. В распоряжении, в наличии в театре достаточно большое количество вокалистов. И эти вокалисты, ну это группа, которая подчиняется мне, есть разных направлений. То есть люди, исполняющие и академическим вокалом всё, и эстрадным, и в том числе и рок-оперу. Это люди, которые могут... Некоторые из них вообще перевоплощаются с одного в другой, в третий образ. А вообще-то могут всё. Я немножко, может быть, прихваливаю своих, но вы всё увидите. Действительно, манера другая. Это не опера в чистом виде, конечно. Но здесь главные герои и те люди, которые создают атмосферу, являясь хором. Хотя каждый из них солист, вокалист. У нас нет слова хор, у нас есть солисты. Они поют в зависимости от ситуации. То есть вот сцена в церкви — это один вокал, понятно. А где-то есть композиции Рыбникова, спасибо ему огромное за материал, потому что там было на что опереться, и как это исполнить, и как это воплотить нашими артистами. Там совсем другой звук. Другое дело, что мы поём, всё живём, и всё это выстраивается акапельно. И иногда даже в нашем театре у вас нет, и часто мы ездим, сейчас нет подъёмника. А есть один хор, который девочки выстраивают от подъёмника, там СИ звучит. И поэтому все выстраиваются от подъёмника, понимаете, да? А сейчас просто ковертойчиком за сценой. Поэтому вот в чём сложность — стройность. Стройность, чистотопение. Вот, наверное, это просто надо послушать. Наталья, вопрос, наверное, к вам, про большие гастроли. Ну, во-первых, я что хочу сказать. Конечно, это не относится к теме больших гастролей. Это особый проект, специально созданный под театр Донецкий. Я, конечно, очень рада, ребята, что вы у нас в гостях. Во-первых, рада, что такой именитый театр будет выступать на сцене нашего театра. Ну и, конечно, нам, всем наши артисты ждут с нетерпением ваше выступление, потому что у нас на сцене нашего театра с огромным успехом прошла наша Юнона. По-моему, 20 аншлагов для нашего города. Это просто неподъёмно. У нас всего там 70 тысяч жителей. Поэтому мы с нетерпением ждём. И ни в коем случае это не сравнение, потому что мы не можем сравнивать возможности нашего театра и возможности вашего театра. Но я уверена, что это будет здорово, это будет прекрасно. И я думаю, что... В общем, вам успехов! Спасибо. Не, пожалуйста, планируете ли какие-то ещё дополнительные? А вот мы вот ещё пообщаемся, мы ещё посидим, поговорим. И я думаю, что... Сначала спектакль сыграем, да, потом посмотрим. Да, да, да. Ну, естественно, как всегда, будут разговоры о дальнейшем сотрудничестве. Это однозначно. Коллеги, вопросы? Тогда, друзья мои, спасибо большое, что перед спектаклем вы пришли к нам, ответили на наши вопросы, поучаствовали в нашей пресной инспенции. Как всегда, мы желаем процветания театру и новых спектаклей, новых режиссёрских находок и, конечно же, всегда бурных и продолжительных аплодисментов. Спасибо. 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 Спасибо.